Дорогие друзья, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Юрий Ганжа, я руководитель и основатель Международной школы пространства на Хиромате. И у вас был вопрос о цыганах. Кто такие цыгане и какое полушарие у них более развито? Значит, цыгане – это каста отверженных, древнеидийская каста, которая была, в общем-то, выгнана, изгнана из Индии в 420 году до н.э. Ну и, собственно говоря, после этого они разбрелись по всему миру. Действительно, цыгане – самобытный народ. Где бы они ни проживали, они не придерживаются ни законов, ни правил, а стараются все-таки жить именно в своей касте и подчиняться, собственно говоря, своим законам. У них есть особая каста, имеет свои названия, и во главе каждой семьи как бы стоит барон. Значит, цыгане обладают природным магнетизмом, природным гипнозом. Это прежде всего говорит о том, что у них развита эмоциональная структура, у них развито подсознание в более высокой мере, нежели чем у обычных людей, которые оперируют прежде всего логикой, речью, счетом. Поэтому можно сказать, что цыгане не можно сказать, а нужно сказать, что это правополушарные. Получается так, что левое полушарие у нас отвечает за логику, за счет, за речь, за, собственно говоря, построение каких-то структур, но оно дискретно само по себе. И левое полушарие коррелирует с правой рукой, то есть с сознательной частью. Поэтому правую руку мы как бы относим в большей степени к активной руке, к сознательной руке. Та рука, которая с нами всегда по жизни выступает в неких каких-то логических аспектах и практических действиях. А левая рука, соответственно, коррелирует с правой полушарием, и левая рука в этом отношении в большей степени отражает наши бессознательные инстинкты, нашу эмоциональную природу. И в этом отношении мышление у правополушарных, оно в большей степени выражено абстрактными какими-то картинками, цветами, запахами. И, собственно говоря, во многом оно имеет некую какую-то животно-эмоциональную, скажем так, структуру. Потому что животные в том числе также оценивают окружающий мир, исходя из каких-то приобретенных бессознательных навыков, которые им достались от их предков, с учетом оценки мира на агрессию, с учетом оценки обстоятельств на природу, что можно кушать, что нельзя, кого нужно бояться, кого нельзя и так далее. В общем, тема довольно-таки объемная. Остановимся лишь на том, что цыгане – это правополушарные ребята, собственно говоря, которые обладают действительно медиумными способностями, потому что медиумные способности у нас в этом отношении подключаются как раз-таки из области бессознательного, из области подсознания нашего, из области эмоций, из области чувств. В общем-то, это правополушарие. Продолжение следует...